Радио 107.8 Казань без возрастных ограничений Говорят, у радио не самые лучшие времена. Возможно, теперь в квартирах радиоточек не найдешь, зато в автомобилях, на дачах или просто в пути мы с удовольствием ищем приятную музыку на радиостанциях. Интересно было бы посмотреть, а что там, на другой стороне радиоприемника? Радио – это не телевидение. И те люди, которые сидят и вещают для нас по ту сторону радиоволн, остаются для нас полной загадкой. Вот сейчас мы как раз едем в то место, где радищики собрались, чтобы развлечься и развлечь нас. И теперь мы их увидим в лицо и познакомимся с ними. В преддверии Всемирного дня радио, да-да, 7 мая, его отмечают только в России, а во всем остальном мире сегодня. Наши коллеги «Болгар-радиусы» устраивают настоящие праздники для своих слушателей. Вышла в народ «Болгар-радио» в лесопарке Лебяжье. Цель – познакомиться лично со своей аудиторией и вместе пропагандировать здоровый образ жизни. Лыжные гонки, горячий чай, вкусная губадья, шутки, игры, развлечения. Отличный план на выходной день. Наш девиз сегодня, что «Болгар-радиусы» согревает не только в эфире, но и в повседневной жизни. Мы стараемся быть вместе с нашими радиослушателями, всегда их поддерживать и согревать не только чаем, но и хорошим словом, хорошим настроением. Перетягивание каната – одна из самых популярных татарских забав на Сабантуе вполне может стать достойным дополнением катания с горок. Но главное, чтобы настроение было хорошее. Ведь для чего, собственно, радио и живет? Чтобы поднимать нам настроение и рассказывать о событиях в окружающем мире. А теперь в век цифровых технологий. Радио уже не только можно слушать, но и смотреть. У нас смотрят онлайн-трансляцию в прямом эфире. Мы проводим акции «Нас можно увидеть» именно в таких мероприятиях. У нас проводятся крайние концерты. Ведущих можно там увидеть. И вот незря написано, у нас наш девиз «Без Татарстана» обраничает официальное исследование, что мы первые в Татарстане. Нас слушают везде по республике. Участники таких акций не только танцуют, поют и играют, но могут передать близким привет в прямом эфире. А это всегда приятно, не правда ли? Ну а после таких насыщенных выходных на работу снова полными сил и с удовольствием. Ставить популярные мелодии, сообщать новости, общаться в прямом эфире со служителями, переключать кнопки. И это все сразу. Трудная, но потрясающе интересная работа у них, у радийщиков.